Вести Карачаева, Черкесия Восемь медалей и четыре путевки на чемпионат мира завоевали наши спортсмены по итогам состязаний в Грозном. Далее подробности. Главной политической новостью Республики стал рабочий визит в регион председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также полномочного представителя президента страны в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. Как уже сообщали средства массовой информации, первым пунктом поездки стало предприятие «Вулкам». Это единственный российский завод по переработке овечьей шерсти с полным циклом производства от сортировки немытой шерсти до производства трикотажной пряжи. Гости осмотрели цех производства пряжи, где ознакомились с технологическим процессом производства и предельным оборудованием. Сегодня «Вулкам» реализуют инвестиционный проект по модернизации предельного производства, созданию цеха крашения и строительству трикотажной фабрики. Это позволит создать конкурентные преимущества перед иностранными производителями пряжи, расширит ассортимент производимой продукции, позволит также заместить ушедших с российского рынка иностранные бренды одежды. И не менее важно, что после выхода на полную проектную мощность предприятие создаст порядка 800 рабочих мест. Председатель производства страны подчеркнул, что процесс производства пряжи очень сложный и трудоемкий, и позитивно оценил перспективы дальнейшего развития предприятия. «Вулкам» тесно взаимодействует с федеральными министерствами экономического развития, промышленности и торговли, и пользуется всеми мерами и инструментами поддержки, в том числе промышленной ипотекой. По итогам экскурсии Михаил Мишустин поручил УКВСу Республики совместно с Министерством просвещения России проработать вопрос подготовки программы спроса на кадры, на которую в дальнейшем смогут ориентироваться образовательные учреждения Карачаичи Кейси при подготовке профильных специалистов и формировании необходимого кадрового потенциала на перспективные производства и предприятия региона. Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Кавказ-РФ рассмотреть заявку предприятия «Вулкам» на модернизацию производства. Заместитель гендиректора «Вулкам» Лейла Токова рассказала главе правительства о ближайших планах предприятия по модернизации предельного производства и строительству цеха покраски пряжей. По ее словам, это позволит предприятию организовать полный цикл по созданию цветной нити. Наш предприятие активно развивается и в рамках наших ближайших планов мы рассматриваем модернизацию предельного производства вот этого цеха, а также создание цеха крашения пряжи, что очень важно для нас. Вот создание цеха крашения позволит нам уже говорить о полном цикле производства крашенной пряжи. Вот это очень важно. И не вывозить ее красить в Белоруссию. Да, совершенно верно. То есть для этих целей мы работаем активно с Министерством экономического развития Российской Федерации и корпорацией «Кавказ-РФ». Вот просим, как нам правильно поступить, Михаил Владимирович, для того, чтобы наша заявка, мы готовим сейчас заявку по линии «Кавказ-РФ», да, чтобы наша заявка была оперативно рассмотрена и одобрена. Вы уже правильно поступили. Сая «Кавказ-РФ» подана поддержку. Я думаю, интересно, нет, мы поддержим поддержать, а уже по всем законам проведения процедуры, конкурсов, я надеюсь, что вы выиграете. Председатели правительства России Михаил Мишустин вместе с главой Крача-Черкесии Рашидом Тимрезовым дали старт запуску красногорских малых гидроэлектростанций в республике. В торжественной церемонии также приняли участие полномочный представитель президента страны ВСКФО Юрий Чайко, министр энергетики России Николай Шульгинов, председатель правления и генеральный директор «Паурус Гидро» Виктор Хмарин и другие. Мишустин отметил, что запуск МГС важен как для экономики и жителей Крача-Черкесии, так и для всего Северокавкавка Федерального округа. Красногорские малые гидроэлектростанции были построены менее чем за 4 года. В рамках реализации комплексной программы на Северном Кавказе уже возведены 5 объектов и еще столько же находятся на стадии проектирования и строительства. Новый гидроузел поможет сгладить колебания уровня воды в водохранилище. Это позволит другим станциям по реке Кубань увеличить генерацию экологически чистой энергии, в том числе на одной из самых больших в регионе ГЭС Зеленчукской. Министр энергетики России Николай Шульгинов и глава Крача-Черкесии Рашид Тимрезов поздравили строителей с окончанием работ и запуском красногорских малых гидроэлектростанций. Глава Минэнерго отметил, что ключевую роль в реализации проекта сыграла господдержка строительства объектов в возобновляемой энергии, включая малые ГЭС. По вашему поручению, в конце 2021 года все субъекты Северо-Кавказского федерального округа, в том числе Крача-Черкесия, подготовили прорывные проекты и модель экономического развития. Эти четыре показатели, о которых вы сейчас сказали, на самом деле, скажу откровенно, они нам даже перевернули такой формат нашей работы, подхода к работе. Вы знаете, мы определились на этих четырех основных показателях. Это то, на самом деле, за счет чего субъект может и развиваться. Скажу вам откровенно, мне их назвал президент. Вот мы долго с ним говорили о том, каким образом оценивать развитие, на чем модель строить. Вот четыре показателя, согласованные как раз с президентами. Видите, всем понравилось. Более того, эти четыре показателя легли в основу и даже в моей внутренней оценке деятельности моих коллег. Потому что я себя тоже оцениваю по этим четырем показателям. Я считаю их абсолютно основным. Мы выбрали пять проживных проектов. Я вам докладывал о них на первой стратегической сессии. Это «Зеленая генерация». Вот пример того, что мы сегодня уже открыли. Это мы реализовали совместно с «Паурус Гидро» на 16,5 миллиарда рублей две малые гидроэлектростанции. Второй проект – это интенсивное садоводство и строительство полнохранилища и оплораспределительных центров. Третье – это развитие всесезонного курорта «Архыз». Четвертое – это развитие всесезонного курорта «Кластера», «Турисийского», «Тиберда-Домбай» и строительство горно-обогатительного комбината. Я не буду в цифрах сейчас подробно в цифру ходить. Могу точно вам сказать, что каждый проект на моем личном контроле мы по всем показателям, по всем четырех показателям, мы выполнили по тем проектам, которые мы реализуем. Единственное, у нас проект по реализации строительства горно-обогатительного комбината в связи с определенными проблемами у инвесторов, у ГМК. Мы сейчас его перенесли, и поэтому сейчас подбираем пятый проект на замену, который будет подходить по всем показателям. Но думаю, что этот проект будет тоже соответствовать всем тем требованиям и тем задачам, которые вы перед нами поставили. В рамках рабочего визита в Крача-Черкесию председатель правительства России Михаил Мишустин и полномочный представитель президента страны в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко посетили и крупнейший в России завод по переработке баранины группы компании «Домотэ» на 450 рабочих мест. Здесь также были осмотрены цеха предприятия. Председатель совета директоров «Домотэ» Наум Бабаев представил гостям план перспективного развития группы компании «Домотэ». Напомним, завод по переработке баранины был запущен в сентябре прошлого года, но уже сейчас показывает хорошие результаты. А после выхода на проектную мощность объем переработки составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. Михаил Мишустин отметил порядок и чистоту на производстве, а также эффективность, безотходность и быстроту работы. А теперь к другим темам. В связи с 66-летием со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину, 3 мая текущего года, день возрождения карачаевского народа, объявлен указом главы карачащики Серашидом Темрезовым нерабочим праздничным днем. Органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организациям и учреждениям различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих. Работа 3 мая компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Делегация карачаевского кейси примет участие в первокавказской инвестиционной выставке, которая пройдет в Минеральных водах 3 и 4 мая. Регион представит Министерство туризма и курорта в республике совместно с предпринимателями турбизнеса и туроператорами. Кавказская инвестиционная выставка – это пространство для презентации проектов и возможностей регионов Северокавказского федерального округа, обсуждения ключевых проблем, всесторонние оценки инвестиционного потенциала, а также поиска новых направлений и решений для бизнеса. Ключевыми мероприятиями выставки станут пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО», роль инвестиции в развитии макрорегиона и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера, куратора Северокавказского федерального округа Александра Новака. В проекте деловой программы предусмотрены для обсуждения вопросы развития туризма, молодежного предпринимательства, агропромышленного комплекса. Будут также рассмотрены особенности рынка труда, повышения банковской активности, ЖКХ и энергетики. В Карачао-Чикесе утверждена оригинальная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, которая разработана с целью модернизации инженерных коммуникаций, которые изношены и требуют ремонта или полной реконструкции. В рамках данной программы на территории республики будет построено и реконструировано 17 объектов водоснабжения и 4 объекта теплоснабжения общей протяженностью 129 километров 600 метров сетей в 8 муниципальных районах региона. Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых услуг, составит почти 16 тысяч человек, проживающих в 14 населенных пунктах республики. Уже в текущем году в рамках данной программы начнутся работы по строительству двух объектов водоснабжения общей протяженностью более 23 километров. Строительство первой очереди разводящих сетей водопровода на 28 улицах села Дружба магистрального водопровода в этом же населенном пункте. Стартовал последний этап второй Всероссийской премии «Молодой промышленник года». В этом году Карачаич Рикесю на конкурсе представляет генеральный директор крупного промышленного предприятия Открытого акционерного общества «Хабельский гипсовый завод» Аслан Китов. Предприятие реализует масштабные инвестиционные проекты модернизации оборудования завода, расширение ассортимента продукции на основе гипсового вяжущего. По информации организаторов, высокая активность наблюдалась в течение всех четырех месяцев заявочной кампании. Заинтересованность в участии проявили все 89 регионов страны. В результате от промышленных предприятий поступило порядка 600 заявок, в то время как в прошлом году было около 400. Награждение победителей уже по традиции состоится в июле текущего года на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. МВД России информирует об особенностях размещения изображения на транспортных средствах в дни проведения акции «Бессмертный полк». Информацию комментирует представитель МВД страны Ирина Волк. Традиционно в преддверии Дня Победы проходит патриотическая акция «Бессмертный полк». В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фотоорденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле. К акции могут присоединиться не только граждане, но и различные организации, которые используют в своей профессиональной деятельности транспортные средства. В этой связи Министерство внутренних дел России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семи участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны. Энергетики филиала Россети «Северный Кавказ» Корчаач и Кеск Энерго в текущем году в рамках реализации ремонтной программы смонтируют на линиях электропередачи 110 кВ 315 птицозащитных устройств. Оборудование установят на ЛЭП Невиномысская ГРЭС Академическая, Зеленчук Касаева, Зеленчукская ГАЭС Зеленчук, ГЭС 2 ГЭС 1, Северная Кавказская Хабес Кошхабль и Зеленчук Академическая. По оценкам орнитологов Корчаач и Кеси обитают более 270 видов птиц, поэтому для сохранения популяции птиц и предотвращения возможных технологических нарушений в сетях энергетики филиала ежегодно оснащают линии электропередачи птицозащитными устройствами. При этом такой способ защиты элементов ЛЭП не наносит вреда пернатым, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах. Более 29 тысяч человек стали участниками республиканского субботника. Он стал масштабным завершением месяца по уборке и благоустройству, который стартовал 3 апреля. Более 330 тонн мусора собрали его участники, очистив территорию площадью 365 гектаров. В мероприятиях приняли участие сотрудники территориальных подразделений федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, муниципальных администраций, депутаты различных уровней, парт-актив и волонтеры Единой России, представители предприятий, организации и учреждений и неравнодушные граждане. Особое внимание уделено уборке скверов, лесопарковых и водоохранных зон. По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, активисты мероприятия в поддержку Всероссийской акции «Вода России» высадили также в регионе 650 саженцев различных пород деревьев. Кроме того, в Черкесске участники субботника собрались свыше 140 тонн мусора на 45 гектарах. Всего ликвидировано 34 несанкционированных свалок. Аудиолекции по финансовой грамотности продолжат звучать на национальных языках республики. В прошлом году сотрудничество оригинального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карачао-Черекися» подарило жителям республики уникальную возможность проводить досуг с пользой, слушая аудиолекцию о грамотном финансовом поведении на родном языке. Вниманию жителей были представлены 10 лекций на актуальные финансовые темы, переведенные на карачавский, черекеский, абазинский и нагайский языки. А в ближайшее время будет переведено еще 5 аудиолекций, слушатели которых узнают, как не потерять деньги, продавая вещи в интернете, как следовать финансовому плану семьи, как быстро перевести деньги по номеру телефона, выбрать кредитную карту и вернуть ошибочный перевод. Переведенные лекции по мере готовности пройдут в радиоэфирах ГТРК, а также будут загружены на официальный сайт телерадиокомпании. На территории гимназии номер 18 Черекеска, где городские власти отремонтировали ранее пустовавшие помещения, открылся зал для занятий самбо. А при спортивной школе номер 1 Черекеска первая секция самбо. Это значит, дети республиканской столицы от 7 лет могут заниматься этим международным видом единоборств. Теперь у юных самбистов республиканской столицы есть в распоряжении зал размером 16 на 9 квадратных метров, в раздевалке и душевые. Восемь медалей и четыре путевки на чемпионат мира. Такие результаты показали спортсмены Карача-Черкесии на чемпионате России по борьбе на поясах в Грозном, который собрал 268 спортсменов из 26 субъектов в России. Победителями стали Азамат Татаркулов, Канамат Декушев, Алан Ачабаев, Арсен Нусалаев, Шамиль Балачи, Веслам Лайпанов, Алан Тикев и Рустам Кубанов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, представят нашу страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в июле текущего года в Казахстане. В республике составился 10-й всероссийский отборочный турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет в памяти заслуженного тренера России Михаила Чукова. В копилке борцов в Карачао-Черкесе 7 медалей. Призерами стали Денислан Хубиев, Магомед Кирейтов, Камиль Карасов, Инвер Есинеев, Азнаур Кумуков, Алишев Хужев и Руслан Мазукабцев. Спортсмены, занявшие первое место, получили путевку на первенство России. Команда из Карачао-Черкесе заняла третье место и впервые оказалась в числе призеров. На прошедшем всероссийском турнире по шахматам в Ингушетии приняли участие 8 команд. В состав нашей команды вошли Муса Абреков, Заур Тикеев, Мухтар Лаипанов и Аслан Тишелев. В упорной борьбе они заняли третье место и впервые оказались в числе призеров. В Усджигуте прошло первенство Карачао-Черкесе по борьбе на поясах среди юношей 2006-2008 годов рождения, посвященной столетию Министерства спорта России. В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов со всей республики. Победителями стали Ислам Татаркулов, Алим Байкулов, Денислан Тибуев, Амир Чомаев, Умарали Джамбаев, Салим Семенов, Ислам Дженни Беков, Ринат Бастанов, Станислава Бессонов и другие. Ну и последняя информация. Одно золото, два серебра и три бронза завоевали наши боксеры на первенстве Северокавказского федерального округа по боксу в Нальчике среди юношей 13-14 лет. В своих весовых категориях победителями стали Ибрагим Мамаев, Мухаммад Хачуков, Ильдар Шевзухов, Имран Баров, Аслан Айбазов и Батал Комратов. Они получили право выступить на первенстве России по боксу. Таковы наиболее заметные события республики. Новостной блок провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.